Москва, 5 июнь, РИА Новости. Газдепартамент США приветствует начало военной операции, которую сирийские демократические силы, СДС, проводят на севере Сирии против ФАИК. В воскресенье коалиция во главе с США сообщила о второй фазе военной операции облава на границе Сирии и Ирака. Газдепартамент гордится, что в ходе планирования операции смог предоставить дипломатическую поддержку коллегам из Пентагона и коалиции, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Помпео также отметил, что внимание внешнеполитического ведомства сосредоточено на ситуации, которая сложится в регионе после разгрома ИК. По его словам, США готовы обеспечить правительству Ирака необходимую поддержку, для того чтобы обезопасить границы страны от ИК и других террористических угроз. Операция облава началась 1 мая, успешная первая фаза завершилась освобождением Эль-Багуза в Акане в провинции Дей-Резор, Сирия, напоминает коалиция в своем сообщении. США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИИК в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны. Террористическая группировка, запрещенная в России. Развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости война в Сирии.